На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано около 11 тысяч СНТ. Именно от их членов пришла инициатива разработать стандарт содержания и благоустройства садовых товариществ. Данный документ содержит общие требования, разъяснению которых посвятили пресс-конференцию сотрудники Госадомтехнадзора Подмосковья и Московской областной думы. Данный региональный стандарт устанавливает основные требования и параметры, которые создают качественные, комфортные, безопасные условия для ведения граждан на территории нашего региона садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Региональный стандарт не станет дополнительным бременем для дачников. По словам участников пресс-конференции, добросовестным товариществам не придется доплачивать за соблюдение всех его условий. Еще раз подчеркиваю, чтобы у всех было ничего нового, все те же требования, которые и были, мы ничем не обременяем. Никаких расходов по СНТ не появится на соблюдении регионального стандарта. Все эти требования были в федеральном и в областном законодательстве. Большое внимание собравшиеся уделили бухгалтерской отчетности. Сегодня во многих СНТ она ведется на нерегулярной основе и с нарушениями. Из-за этого члены товарищества не могут получить прозрачный отчет о том, на что пошли их деньги. Теперь же бухгалтерская документация должна храниться не менее пяти лет. Мы провели серьезную системную работу с налоговой, с регистрационной службой, с нашими местными властями. Последний раз такой подсчет СНТ был в 1978 году. То есть первый раз 1978 года власти занялись вопросами дачников и садоводов. Особое внимание уделили вывозу мусора с территории СНТ. Стандарт предполагает обязательную установку контейнерных площадок и оформление подрядных договоров на вывоз мусора. Нарушителей будут штрафовать. Частным лицам придется заплатить до 5000 рублей, юридическим до 500 тысяч. На чем мы жестко стоим, это вывоз мусора, это регулярность его сбора и отсутствие замусоренности территории. Потому что проблема остра, проблему нам необходимо решить, причем я хочу сказать о кратчайшие сроки. Региональный стандарт может быть принят уже на следующей неделе. В этом случае документ вступит в силу с августа этого года.